Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видео поговорим о работе с прерываниями. Но не со всеми прерываниями, так как их достаточно много, а поговорим о внешних прерываниях int0 и pcint. В ролике будут продемонстрированы примеры скетчей NoCy и с использованием библиотек среды arduino IDE. Основное назначение прерывания временно приостановить выполнение основного цикла программы выполнить какое-либо действие и снова вернуться в ту точку программы, в которой возникло прерывание. В зависимости от модели микроконтроллера таблица возможных прерываний отличается. Это у нас прерывание для ATT-13. Видом прерываний и работе с ними в даташите каждого микроконтроллера посвящена целая глава. Даташите на ATT-13 это глава 9. Здесь в самом начале есть таблица с 10 возможными видами прерываний. Вернее с 9. Так как reset хоть формально и является прерыванием, навесить какой-то программный код на его срабатывание мы не можем, так как возникновение данного прерывания ведет к перезагрузке микроконтроллера. А вот сразу под reset идут два прерывания, работу с которыми мы и рассмотрим в данном видео. То есть INT0 аппаратное прерывание, которое четко прикреплено к определенному пину микроконтроллера. У ATT-13 это шестая ножка. И PCINT0 прерывание по смене пина. То есть прерывание по любому изменению сигнала на пинах, обозначенных в распиновке микроконтроллера, как PCINT с цифрой на конце. Обычно чем более продвинутый микроконтроллер и чем больше у него ножек, тем больше внешних прерываний он поддерживает. Например, если мы откроем дата-шит микроконтроллера ATT-1328 основы Arduino Uno, то у него два аппаратных прерывания INT0 и INT1, связанных с четвертой и пятой ножкой микроконтроллера. А прерывание по смене пина 3. Это означает, что у нас не 3 возможных внешних прерываний, а 3 вектора прерывания. То есть сколько различных обработчиков прерываний мы можем создать. А вообще на ATT-328 почти все пины поддерживают прерывание по смене пина. А вот, например, у ATT-8 совсем нет прерываний по смене пина, но есть два аппаратных прерывания. Порядок размещения прерываний в таблице определяет их приоритет. То есть при одновременном срабатывании прерываний приоритет отдается тому, которое размещено в таблице выше. Аппаратные прерывания INT0, INT1 и ETD всегда находятся вверху таблицы сразу после ресета. А вот с прерываниями PCINT ситуация разная. Например, вот дата-шит на ATT-2313. Здесь PCINT0 находится на 12 месте. Его опережает множество внутренних прерываний. А уже в самом конце расположены PCINT1 и PCINT2. Начнем с аппаратного прерывания INT0. Здесь все достаточно просто, так как мы можем использовать привычные ардуиновские функции. Я буду приводить пример для ATT-13, но скетч будет актуален для большинства AVR микроконтроллеров. Здесь приведено 4 варианта срабатывания прерывания. Самый распространенный вариант CHANGE это срабатывание прерывания каждый раз, когда у нас происходит переход от низкого уровня сигнала на высокий и наоборот. На примере с кнопкой ATT-13 это выглядит так, что светодиод включается при нажатии кнопки, когда переходим с высокого уровня сигнала на низкий и отключается при отпускании кнопки, когда возвращаемся к высокому. А вот задаемый low, rising или falling светодиод будет включаться только один раз, либо во время нажатия кнопки, либо во время ее отпускания. То есть мы нажимаем и отпускаем кнопку, светодиод включается. Нажимаем и отпускаем снова, светодиод отключается. Интересная особенность то, что работая с функцией ATT-interrupt в случае с ATT-13 мы первым аргументом можем указать любое число, хоть 10. Видимо так как у нас всего одно аппаратное прерывание int0, то библиотека игнорирует указываемое нами число. Но конечно там где прерываний больше, например у ATT-328 их два и подключая к четвертой ножке мы должны указать номер прерывания 0. Здесь можем указать тоже 0, так будет правильнее. Теперь этот же скетч перепишем работая непосредственно с регистрами. Нам нужно обязательно добавить библиотеку для работы с прерываниями. И далее нам нужно настроить условия срабатывания прерывания с помощью регистра MCUCR. Здесь же ниже в даташите есть описание работы с данным регистром. Интересуют нас только последние два бита ISC01 и ISC00. И ниже приведена таблица, какие значения соответствуют какому варианту срабатывания. Все те же варианты, которые мы до этого задействовали с помощью третьего аргумента функции TouchInterrupt. Я их в коде скетча даже разместил для наглядности в той же последовательности. И далее, если смотреть даташит, в регистре GeneralInterruptMaskRegister биту INT0 нужно присвоить единицу, тем самым включив возможность работы прерывания INT0. И в конце, в любом случае, какие бы мы прерывания не использовали, нужно разрешить глобальные прерывания. Внизу скетчу у нас сам обработчик прерывания, в котором мы указываем название прерывания, вернее, вектора прерывания. То есть мы берем из таблицы прерываний название самого источника прерывания и добавляем к нему через нижнее подчёркивание вект, то есть вектор прерывания. Слово WECT добавляется к имени любого прерывания, которое мы хотим отслеживать. Например, прерывание по переполнению таймера , прерывание по срабатыванию watchdog и так далее. Загружаем скетч в ATtiny и видим аналогичный прошлому скетчу результат. Кстати хочу отметить, что скетч работы с регистрами занял 112 байт памяти ATtiny 13, а вот тот же скетч, но с использованием ардуиновских функций, занял 210 байт. То есть на 10% больше места. Так что если не хватает места в памяти микроконтроллера, учитывайте такую возможность экономии места. Теперь перейдем к обсуждению прерывания PCInt. К сожалению функция TouchInterrupt позволяет работать только с прерываниями int0, int1 и так далее, так что для работы с прерываниями PCInt воспользуемся регистрами. Вообще есть еще вариант использования специальной библиотеки, о нем я расскажу в конце видео. Работа с прерыванием PCInt похожа на int, но есть отличия. Прежде всего это то, что для работы с данным прерыванием мы можем не ограничиваться только одной ножкой. У большинства AVR микроконтроллеров прерывание PCInt доступно на всех или почти на всех ножках работающих с цифровым сигналом. А значит в случае с кнопкой мы можем ее подключить к любой удобной нам ножке или даже подключить несколько кнопок и в коде скетча уже отслеживать какую именно кнопку мы нажали. Из минусов мы не можем, как в случае с прерываниями int0, int1 и так далее, заранее настроить условия срабатывания прерывания PCInt. То есть оно всегда будет срабатывать при любом изменении сигнала с высокого на низкий и наоборот. То есть аналогично значению change третьего аргумента функции attachInterrupt. Но нужный нам функционал мы можем реализовать самостоятельно в коде скетча. И второй момент то, что у каждого прерывания int есть свой отдельный вектор прерывания. То есть будут запускаться у нас разные подпрограммы. А количество векторов прерываний для PCInt обычно от одного для ATTENI 10, 13, 85 до трех на ATTENI 2313 и ATMEGA 328. То есть несколько кнопок, но подключенных к одному порту, будут при своем нажатии генерировать один и тот же вектор прерывания. И уже в коде скетча мы должны выяснять, какая именно кнопка была нажата. Под портом я тут имею в виду группу пинов. У ATTENI 13 и других микроконтроллеров с малым числом ног это единственный порт B. А вот, например, у ATMEGA 328 это три порта. Порт B, порт C и порт D. На плате Arduino Uno гнезда, относящиеся к данным портам, даже отделены друг от друга. И, конечно, нужно помнить, что у некоторых микроконтроллеров, например, ATMEGA 8 вообще нет прерываний по смене сигнала на пину. Хотя, в общем-то, это и редкость. Перепишем скетч. Вначале все аналогично прошлому скетчу, только перевесим кнопку на PB2. Соответственно, удаляем настройки регистра MCU-CR, так как у PC-INC подобных настроек нет. А вот регистру GENERAL INTERRUPT MASK REGISTR, меняем INT0 на PCI ENABLE, то есть разрешаем прерывание PIN CHANGE. И добавим регистр PCMSK, в который запишем номер прерывания, которое будем в дальнейшем обрабатывать. Раз мы подключились к седьмой ножке, то, согласно распиновке ATTINE13, это PCINT2. В конце нужно заменить вектор прерывания с INT0 VECT на PCINT0 VECT. Переподключаем кнопку и резистор к седьмой ножке. И после загрузки скетча и подключения питания видим, что все работает. Если мы хотим, чтобы при нажатии и отпускании кнопки светодиод продолжал светиться, то нужно добавить одну булевую переменную скетч и присваивать ей каждое срабатывание то единицу, то ноль. И при условии единицы, например, менять состояние светодиода. Так при каждом нажатии и отпускании кнопки светодиод остается включенным и отключается при следующем нажатии и отпускании. Теперь разберемся в ситуации, когда у нас несколько кнопок. Добавим на макетную плату еще одну кнопку, подключим ее ко второй ножке микроконтроллера и также как и первую притянем резистором на 10 кОм к питанию. Видоизменяем скетч. Добавим возможность работы с еще одним прерыванием. На второй ножке у нас находится прерывание PC-Int3 и добавим блок кода, в котором и будем отслеживать какую именно кнопку мы нажали. То есть если у нас нажата кнопка связанная с PB2, то мы включаем светодиод. А если кнопка PB3, то отключаем светодиод. Загружаем скетч, нажимаем кнопку слева и включаем светодиод. Нажимаем кнопку справа и отключаем. Таким образом мы можем подключить к ATT-Tiny13 до пяти кнопок и обрабатывать их нажатия. Кому не хочется возиться с регистрами, есть специальная библиотека для работы с PC-Int3 прерываниями. Переходим на страницу библиотеки. Я оставлю в описании к видео ссылку на нее. Здесь на странице библиотеки указано с какими микроконтроллерами она может работать. Скачиваем ее архив и добавляем в среду Arduino IDE. В примерах библиотеки можно открыть какой-нибудь скетч и посмотреть как все работает. Здесь все аналогично функции Touch Interrupt. То есть определяем пин, на котором будет прерывание, обработчик прерывания и собственно тип прерывания. Можно загрузить тестовый скетч в Arduino Uno. На плате можно, подав на седьмой пин нолик от земли, помигать штатным светодиодом. А вот с ATTN13 у меня эта библиотека не заработала. Вот я переписал скетч из примера для ATTN13, загрузил в ATTN13 и ничего не заработало. Светодиод так и не включился. Возможно это косяк самой библиотеки, а возможно где-то я ошибся. Ссылка на этот скетч, как и на все остальные, что были в этом видео, будет в описании. Если сталкивались с подобной ситуацией или заметили у меня какую-то ошибку, напишите в комментариях. Вообще увидев сколько занимает скетч место в памяти, 410 байт против 104 байт нашего предыдущего вполне рабочего варианта. Как-то желание искать ошибку в данной библиотеке у меня напрочь пропало. На мой взгляд это уже перебор занять 40 процентов места в памяти для решения такой достаточно простой задачи. Впрочем на более жирных микроконтроллерах из списка поддерживаемых библиотекой возможно, что ее применение вполне допустимо. Вот такое вот получилось видео. Будут вопросы задавайте в комментариях. Подписывайтесь на канал и до встречи в новых видео.